привет друзья я нахожусь в минске какое счастье на староелинском тракте возле какого-то странного здания я не знаю что это за здание такое я вот на велике вообще-то здесь вот знак сюда нельзя нам ехать с вами сюда вроде как можно поэтому мы сюда и поедем ой здесь ступеньки идут что я вот получается вот так будут искать что ли как с как он нет я так не буду сказать придется пожертвовать киоск а там смотрите какие избушки идут наверно под снос такие избушки а можно было отреставрировать сделать какую-нибудь таверну это скачет мой велик но у меня одна рука поэтому как мне еще по другому никак ради контента что только не сделаешь вот я иду сюда и смотрю на эти дома очень красивые дома но прихватить с собой не получится такой домик а жаль а жаль сейчас подъедем посмотрим впереди я вижу какое-то футбольное поле 4 трубы торчат из здания смотрите на это чудо вот оно какое я оставлю здесь свое транспортное средство надеюсь его не угонят заценим жилище здесь наверное какие-нибудь еще белорусские революционеры жили свое время вот он что там написано там написано гри и не вижу греша и греша и написано такие вот аутентичные ступенечки чудный домик следующий раз когда мы с вами сюда приедем а мы уже конечно сюда не приедем то его уже здесь скорее всего и и не будет так и что опять прыгать нет там можно так типа там съехать здесь вот шлагбаум такой электронный на сенсорном управлении мы минуем это шлагбаум потому что система ниппель не предусмотрена такая чтобы нас чем-то можно было остановить здесь вот спорт комплекс написано бронкс джин точка бай пацаны играют футбол мир спорт мир спорт безопасность здесь похоже за такой оградой за такой оградой профессиональные футболисты играют насколько я вижу очень серьезные ребята вот они все с бутылками со своими каждый поэтому ребята не будем им мешать завоевывать награды гигантский спорт комплекс ярмарка какая ярмарка он там тоже играют пацаны смотрите плохо видно здесь кстати по ночам книжная ярмарка проходила но сейчас я сомневаюсь что там что-то проходит похоже вот она написана книжная ярмарка мы работаем каждую субботу каждую субботу по ночам они работали сюда ночью приезжаешь никаких столов там не вижу ничего может уже и не работает и вот такой вот совершенно нереальный по красоте вид нам открывается на минск водопад что еще водопад но нам куда-то надо с вами ехать а я не показал вот эту мозаику а какая мозаика мы как-то проехали под дней и не зацепили посмотрите но эта мозаика точно не исчезнет вернее даже это не мозаика такая какая-то натянутая фигня я думаю что следующий раз она здесь так и будет продолжать висеть и ждать нас я думал это мозаика но нет это не мозаика друзья поэтому ценность этой штуки не так уж и галяка как нам сперва с вами показалось точнее мне показалось красиво да скоро все расцветет вообще будет красота но сегодня к так тихо да а вы не знаете книжная ярмарка уже все закрылась закрылась до смотрю не столов ничего не осталось ну ладно будем ждать весну вернее уже дождались уже 25 градусов было еще будет как бы вспоминаются советские песни что опять зима пришла бери шинели иди домой опять зима пошли домой да также весна это точно да ладно хорошего вам вечера до свидания да друзья вот так вот а вот это размечены тут эти теннисные видите такие вот теннисные штуки теннисные поля бескрайние теннисные поля я бы так назвал это красная нам надо заехать есть мы заехали q вот видите какое какой там огромный дом предназначение его скрыто за семью печатями трудно сказать что это за гигантский гигантское строение такое но вот здесь люди придаются философским мечтам каким-то с видом на водопад когда смотришь эту сторону конечно какие еще мысли могут возникнуть кроме философских вот сюда подходят все кто о смысле жизни думают сюда обычно к этому мосту приходят примерно к 6 вечера вот здесь даже написано плотина водосборная сейчас я вам покажу поближе подъеду и потом вон там рыбак еще мы тоже к нему подъедем смотрите плотина водосборная комплексное освоение местной природной среды началось еще до великой отечественной войны жители города минска и ближайших деревен вручную создавали своей столице первое место отдыха с водохранилищем однако его открытие намечено 22 июня 41 года не состоялась в этот день началась война но потом уже в 50 году разрушенная плотина была восстановлена вокруг озера разбит живописный парк где жители минска придаются философским размышлением 6 1800 обычно приходят сюда вот даже ребят из яндекса подумать о насущном проходят вот так вот смотрят на этот водопад вы конечно думают о том что миссия миссия их весьма благородная доставка продуктов людям вот здесь чей-то символ единение навсегда он здесь остался я вам сейчас покажу как выглядит вот он там пена белая пена это символизирует она там не просто так вон та пена она символизирует друзья мои пену дней пена дней есть такое выражение ну что дни проходят и проходят и вот так вот как вот эта пена собираются в конце концов и нам остается только размышлять об этой пене до ладно я тоже тут начал что-то предаваться не тем каким-то мыслям поэтому мы перейдем в более так сказать интересные более насыщенные места а вот отсюда вода вытекает или наоборот втекает они она побежала здесь запрещено купание кстати смотрите какая картина я уж испугался думал там так ладно ну надо спуститься велик не будем туда тащить потому что распугаем всю рыбу здравствуйте как поклевка было да я видел нет это была ветка ветка хочу поймали есть меня пишите ну я пишу я вот сейчас сейчас да ну хорошо короче я поймал одну рыбку была одна с утра со вчерашнего дня с ночевкой вы с ночевкой здесь со вчерашнего дня у вас прям стоический характер вы герой я таких рыбаков еще не видел может шутников два в одном я вышел от вечером подышать воздух правильно вид здесь замечательный рыбку одну поймал предложил женщине она отказалась наверно не голодна была до этого я отдал людям они детям дети играть это не подходит но сегодня не ловится но вообще ловится да не ну раз одну поймали хоть что-то а то бывает знаете сидишь сидишь годами я бы сказал и все равно ничего не ловится обычно умею ловить если она есть я ее поймаю да ну судя увижу что она есть просто не не ловится обычно на каждой проводке рыбка да а а что поймали маленькую плотвичку плотвичку а сейчас уже а сейчас уже по сезону что-то должно ловиться по сезону должно ловиться всегда потому что живые организмы всегда едят не ну и разная тактика ловли ну да иногда они спят еще эти организмы это да зимние спячки да а вы здесь где-то живете да или издалека недалеко хорошо у меня такая вечерняя прогулка ну вы молодец что ж сказать и вы молодец лучше с агрегатом таким бегать ну я знаете на память себе я потому что не только себе но еще потом может кто-то посмотрит она вас я уже хотел похвалить но она дергается поэтому хорошего ничего не получится о сергей милушкин на youtube наберите и посмотрите получится или нет вы там на стационаре да вот глаз наш не может смотреть здесь хорошие кадры все а не здесь мозг сработает потому что здесь стабилизатор стоит и он Картинку стабилизирует. Ничего прыгать не будет. Еще раз. Кто там как на ютубе? Сергей Милушкин. Просто наберете или просто Милушкин? И вы увидите сразу. Сегодня. По рыбалке, да? Нет, ну про Минск. Сразу заметите. Вы увидите меня там. Хорошо, что вы мне не задавали хороших вопросов. Это что, каких? Ну-ка, ну-ка, я может еще задам. Не быть, да. Я поэтому, так бы я, конечно... Нет, у нас с вами чисто вопросы о рыбалке, о жизни, о погоде, о Минске. Вы, кстати, не знаете, что это за дом такой? Я вот проезжал мимо него и задавался вопросом. Это была, мне кажется, тенденция строить и сдавать. Строить, строить, в конце концов, никто не стал уже ездить. Гигантские стройки, вы имеете в виду эти? Такого рода. С того рассчитывалось, я не знаю. Просто какой-то... Он огромный, просто огромный. Хорошо, но одни там вроде бы и не горят. Там вечера. Ну его уже и достроили. Было строить вдоль берега, злачные места там всякие. Ну это для злачки слишком... Тянулось годами, видно, что люди пытались избавиться, менялся хозяин. Пытались избавиться от денег. Нет, от обузы этой. Они там что-то строили, танцплощадку, кафе, но все это остановилось. Людей нету, никто не посетителей не будет. Все понятно. На моем. Ну и хорошо. Ладно, а как вас зовут? Меня Сергей, я как-то с вами... Александр. Александр. Очень приятно. Ну тогда разрешите откланяться, очень рад знакомству. Спасибо. Сергей Милушкин, да? Так точно. Беларусь, россиянин. Ну я 20 лет в Беларуси, так что можно сказать, что Беларусь. Калининград. Наш. Ну в общем да. Спасибо. Купание, рыбная ловля запрещены, опасны для жизни. Здесь наверное такая рыба водится, что запрещают даже, видите. Нет, видимо надо что-то написать, поэтому... Ну купаться ладно, мы как... Это ваш велосипед. Да. Ну он такой, наверное, что его вряд ли кто угонит, но... До свидания. Хорошего вам вечера. До свидания. Так, ну вот, друзья. У нас состоялась очень прекрасная беседа, и мы продолжаем. Наш купание запрещено. Но я бы искупался, в принципе. А чего нет? Вода, наверное, не слишком уж холодная. Поедем, так сказать, вдоль нашего парка. Хотя я бы вот туда вот съездил, посмотрел, что там творится. А может быть куда-то в места более, так сказать, населенные. Сейчас здесь по этим лесам ездить, наверное, не слишком... Не слишком прям весело так вот между этих деревьев. Тут даже лисы не бегают. Ни волков, ни лис, никого не найдешь сейчас. Так что поедем вот прямо. Выйдем сейчас к музею, наверное, Великой Отечественной войны, я так полагаю. Пристань написано. Ну, рыбка одна за всю рыбалку, это тоже ничего. Я обычно, когда, если что-то иду куда-то, рыбу ловить, то я вообще ничего не ловлю. Как, неважно, на что там, где ловлю, ничего у меня не ловится. Так что... Одна рыбка это уже значит всего профи. Человек профи. Сразу видно. Не то, что некоторая. Какие-то белые штуки. Это скамейки, что ли? Что это такое? Я не могу понять. Такие скамейки, что ли, стоят. Странного вида. Выезжаем мы в музейно-парковый комплекс Победа. Ну, какой. И музей Великой Отечественной войны, который перенесли. Ну, я туда сейчас не поеду, к музею. Собственно говоря, мы сейчас с вами в такой одежде. Это я... Чтобы не слишком загрязниться. Не поедешь же ты в костюме. Но, разумеется, в такой одежде в музей никто тебя не пустит. Вообще, я не знаю. В музеях есть дресс-код какой-нибудь? Трудно сказать. Можно, конечно, попробовать. Но это будет неуважением, по крайней мере, даже к музею самому. Поэтому надо хоть немножко... Не та у нас форма, более спортивная. Вот видите, Минск-город-герой. Здесь, конечно, такая открытая площадка. Но ветра сейчас почти нет. Поэтому сегодня теплее, чем вчера. И проспект победителей получается. Получается. Со стеллой. Ну ладно. А мы поедем вдоль проспекта победителей прямо. Как вы и заказывали. Вот 91-й автобус и остановка музей Великой Отечественной войны. Можем угнаться за 91-м, но не будем нервировать водителя. Видите, как красиво здесь? Подумает, еще привязался. Поэтому мы в легком темпе будем держать наш путь. Вон там стоит бомбардировщик. Или я не знаю, что штурмовик. Здесь вот велосипедная дорожка проходит. Но так как сейчас не так уж много людей пока что ездит, то в принципе моя не особая внимательность в какой-то степени простительна. Вообще глаз да глаз нужно. потому что гоняют на самокатах и да и не только на самокатах, на колесах, на роликах, на великах нас сняли. Еще раз вас сняли. В общем, на чем угодно гоняют. Надо быть очень внимательным. Чай Хона. Всегда думал, что Чай Хана пишется Чай Хана. О, и вот она как сместилась. Видите, а я еду по правой стороне. А она раз и переместилась на левую. Вот пошла туда. Но можно ехать и здесь. Мы поедем здесь. Видите, все время чтобы велосипедист не терял свой запал и бодрость. Дорожка это постоянно меняется местами. То она слева, то справа. Вот так вот. А впереди уже виден цветок выставочного комплекса. ой, как здесь хорошо ехать. Не надо ничем крутить. Ни хвостом, ни педалями. Красота. Я не еду туда на озеро. Не думаю, что вы уже посмотрели это озеро. Что вам? Вы же не будете его смотреть целый час. Надо было, конечно, вам. Махачкала ждет тебя. Прямые рейсы с 26 апреля. Друзья, берем, покупаем билеты Белавиа. Махачкала. Я бы с радостью слетал в Махачкалу с 26 апреля. Вот он, парк Перамоги. Ладно, сюда я немножко поверну, покажу вам, что он существует. Парк Перамоги. Видите, вот пока они все стоят, потому что считается, что еще прохладно. Поэтому вон они сидят, голодные. Голодные и холодные. Эй! Опа! Улетели. Сюда даже есть спуск, но это не велосипедный спуск. Видите, везде дорожки есть. И сюда разгоняешься, и вон туда прям ныряешь на велике. Но купаться запрещено, поэтому мы и не будем купаться. Посреди всей этой конструкции... А, вот это фонтан там стоит, это не баржа. Фонтан ветрозе называется. Вот сюда... Опа! Хватило градуса повернуть. Ну вот и все. Вот так вот. Такой парк. Там вот это остров птиц вроде бы, а может быть это и не птица, кого-нибудь... кого-нибудь еще. Чуть-чуть от дороги отдалились, буквально 50 метров, и сразу тихо. Здесь гораздо тише, чем вот возле дороги. Там прям шум такой. Я надеюсь, запись идет на камере, а то я еду. А то я еду, что-то рассказываю, что-то говорю, а потом выяснится, что запись не работает. Вот прикол. Но нет, работает запись. Все нормально. Вот, некоторые предпочитают ходить по-мягкому. Для суставов полезно. Здесь вот летнее кафе уже готовится к открытию. Я не знаю, ехать нам прямо к ВДНХ или свернуть здесь. Ну, наверное, поедем сюда, что ли. Все-таки к ВДНХ. И потом вернемся куда-нибудь по улице Орловской. Вот отель. и знаменитый завод Атлант. Откуда родом холодильники всякие, пылесосы, стиральные машины. Не знаю, что они еще делают. Вот. 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 машинка красивая. Вот преимущество езды на велике. Не надо стоять и ждать. Здесь, конечно, довольно-таки пустынное такое пространство. Кроме вот ВДНХ. Не сказать, что тут что-то есть. Но вот встречный первый появился. Пролетел. Вот он, цветок этот выставочного комплекса. Прайм-холл. Торговый центр. Замок. Сюда так, наверное, не заедешь. О, а заезда нет. Ну, что ж такое? Ладно, может, там есть. Республиканская доска почета. Здесь площадь государственного флага. О, какой. Флаг. Да, вот здесь есть заезд. Видите, как. Как красиво здесь. Уже, конечно, смеркается, но тем не менее. вот такой. Ну, сейчас там никакой выставки нет, конечно же. Так что внутри темно. Ну, вот. А спуститься-то и негде, получается. Ну, мы можем и здесь, в принципе. как-то тут в этом смысле не продуманно. Может, я не вижу, конечно. Но, мне кажется, вот такие ступеньки. как много ступенек, а спуска нет. И как это? Получается никак. Получается... Получается по травке. Получается по травме. А мне кажется, получается по травме. все везде. Продолжение следует...